Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Мазин Хри Плей. В этом ролике я вам покажу прибыль таксопарка, покажу сколько он заработал за все время, и также расскажу интересную информацию, связанную с этим бизнесом. Поэтому смотрите ролик от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Большое спасибо вам за 20 тысяч подписчиков, я реально вам очень сильно благодарен. Наконец-то мы просто добили эту цель, это была моя мечта, можно сказать, потому что я всегда хотел просто добиться цели 20 тысяч подписчиков. Что мы будем делать дальше, я не знаю, буду просто дальше снимать ролики, делая стримы, поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите, ставьте лайки, поддерживайте и пишите комментарии. Также не забывайте вводить промокод, пишите MM, потом седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Хри Плей. Итак, дамы и господа, сегодня будет реально такое интересное видео, как бы это банально не звучало, потому что видосик реально будет сегодня интересный. Я вам покажу прибыль данного бизнеса, что он себя вообще представляет, я уже вам рассказывал и показывал, как работать я тоже в принципе показывал, видосы есть у меня на канале. Сегодня, пацаны, я вам покажу, сколько я заработал за 3 дня в такси и покажу прибыль за 3 дня в такси, то есть сколько этот бизнес принес за 3 дня денег. Почему именно за 3 дня, а не за неделю? Да потому что, пацаны, скорее всего, когда вы смотрите это видео, бизнес уже продан за 500 миллионов рублей. Да, пацаны, вот такое вот бывает, в принципе, предложили хорошую цену и, скорее всего, Давид сегодня вечером продаст этот бизнес. Сегодня у нас 22 число, это видео выйдет, я не знаю когда, скорее всего, либо 23 числа, либо 24, этот видос выйдет и бизнес уже будет продан. То есть, так сказать, сегодня мы попрощаемся с этим бизнесом, я вам покажу прибыль и покажу, сколько я заработал за 3 дня с помощью этой работы. Ну что ж, вот я приехал к данному бизнесу, это у нас таксопарк в Южном. На данный момент всего лишь 2 таксопарка есть, получается, в Южном и в Батырево. Таксопарк, который сейчас у нас называется Уклон. Я вам напоминаю то, что если вы смотрите это видео, то, скорее всего, этот бизнес уже продан и не нужно мне звонить там в игре, просить, чтобы я вас принял в такси. Потому что я здесь больше не буду являться заместителем, потому что это будет уже компания другого игрока, другого человека. Давайте я вам в первую очередь покажу, сколько я заработал за все время, это за 3 дня получается. Пишем C-info. И здесь мы можем посмотреть, сколько я заработал за 3 дня денег. Заработал для себя я за все время 1 миллион 800 тысяч. Заработал для такси 300 тысяч рублей. Я считаю то, что это очень даже неплохо, потому что, в принципе, работа такая нормальная. На ней не устаешь, как бы, ты просто катаешься по меткам и все. Тебе особо делать ничего не нужно, если ты работаешь на доставке. Также, пацаны, я вкачал за 3 дня, получается, 8 скилл. Вот, вы можете это посмотреть. Такси 8 уровень. То есть, я буквально за 3 дня, не спеша, прокачал 8 уровень. Честно, не знаю, на что влияет уровень, потому что от этого почему-то зарплата не прибавляется. Возможно, это уже пофиксили, возможно, уже это все нормально работает, но вчера я работал и разницы я почему-то не увидел. Но так, в целом, я вкачал уже 8 уровень. Ну и давайте я вам покажу самое интересное, это прибыль данного бизнеса. Сколько он принес вообще за 3 дня? Я, конечно, хотел записать видео за неделю, но так получается, то, что мы посоветовались, получается, с Давидом. Как бы, по сути, Давид с помощью меня словил этот бизнес, потому что я ему в этом помог. Я его, получается, забрал с Юшки, привез туда. И во время того, как был ПД, я ему просто орал, беги, беги просто и лови. И так получилось то, что он словил, поэтому Давид, как бы, посоветовался со мной. Мы вместе подумали и решили все. Как бы, цену предлагают сладкую 500 миллионов, пацаны. Это очень хорошая сумма, учитывая то, что Давид просто словил этот бизнес по госу. За 30 миллионов он уйдет в очень хороший плюс. Давайте я вам покажу все-таки, наконец-то, статистику. Впишем команду C-Menu. И вот самое просто интересное. То, что ждали все и многие, это финансовый отдел. И просто, пацаны, смотрите и, как бы, охеревайте. Потому что я, честно, охренел от этой финки. В первый день финка была 3 миллиона 250 тысяч. Это в первый день, когда только Давид словил этот бизнес. Во второй день финка была, получается, 7 миллионов 500 тысяч рублей. То есть, это было воскресенье, это было вчера. Видео снимает 22 числа. Финка вчера была 7 миллионов 500. Это очень много. Ну и сегодня, как бы, 2 часа дня. Финка 2 миллиона 400. То есть, бизнес реально очень сильно прибыльный. Я, честно, когда увидел то, что добавят таксопарки, я не ожидал, что будет такая финка. Я реально этого не ожидал. И вся прибыль идет за того, что люди работают просто на доставке. И все. И за счет этого идет, как бы, прибыль. Я могу вам даже показать ваш штат сотрудников. В принципе, здесь есть люди, которые, как бы, заработали много денег. Давайте я вам их покажу. Вот, допустим, Брэд Питт заработал 4 миллиона 400 тысяч. То есть, он довольно-таки неплохо так скилл все прокачал. У него 17 скилл. Давайте, допустим, вот, еще покажу вот этого человека, например, да. У него 6 скилл. Он заработал 1 миллион 300. Потом, можно еще вот этого персонажа показать. Ну, как бы, он заработал тоже 2 миллиона. Тоже неплохо. Допустим, вот, еще человек, да. Он заработал лям 300. То есть, люди здесь, как бы, неплохо зарабатывают. И им эта работа, в целом, в принципе, нравится. Давид ничего не покупал в данной такси. Он не покупал никаких машин. Здесь осталось всего лишь обычные машины. Вот. Логаны, как бы... Я считаю, что смысла покупать сюда машин нету. Потому что 90% людей, которые работают в такси, у них есть своя машина. И они работают на своих машинах. Поэтому смысла покупать и тратить деньги я не вижу. То есть, если так подумать, то стабильная финка здесь будет примерно 5 миллионов в день. Просто сегодня понедельник. Некоторые люди, как бы, работают. Кто-то в школе, кто-то на учебе, там, и так далее. Поэтому сейчас финка, конечно, не очень большая, чем могла быть. Сейчас финка, там, почти 2,5 миллиона. Но я уверен в том, что до конца дня финка будет составлять примерно 5 миллионов рублей. То есть, стабильная финка здесь от 4, там, до 7 миллионов рублей. Давайте прокатимся, все-таки сделаем доставку, я думаю. И посмотрим, сколько в данный момент платят. Потому что мне сказали то, что отключили X3, получается, вчера. И прибыль, как бы, упала. Люди сейчас меньше зарабатывают, чем зарабатывали с помощью X3. И я хочу сейчас это проверить и, в принципе, вам показать. Вот мы подъезжаем на метку. Как бы, работа реально не тяжелая. Я об этом, пацаны, уже 100 раз рассказывал. Просто для тех, кто не знает, просто посмотрите мои видосы, и вы поймете. То, что работа реально интересная и, в своем роде, такая прибыльная. Можно спокойно за час заработать 300 тысяч рублей на первом скилле. Сейчас посмотрим, пофиксили ли зарплату или нет. Мне вот это самое интересное. Просто я не знаю, качает ли дальше скилл или нет. Потому что я вот за 3 дня качал 8 скилл. Я вот думаю, стоит ли его качать дальше, либо просто обратно вернуться на дальнобойщики. Кстати, маршрут немножко другой сделали, потому что я здесь еще не ездил. То есть, в основном, сьюшки отправляла на рублевку южного. А здесь меня отправили просто в Горель. Довольно-таки необычно, кстати. Давай сейчас посмотрим, сколько нам заплатят. Нам заплатили 6 тысяч. Да, пацаны, все-таки зарплату порезали. Ну, как бы не порезали, просто XT включили. И теперь платят немножко меньше. На 3 тысячи платят меньше, чем платили обычно. То есть, действительно, работу немножко порезали. Но этого стоило ожидать, потому что, я думаю, вы сами понимаете, то, что когда таксопарк несет в день по 7 миллионов, это как бы немножко странно. Поэтому, скорее всего, зарплату именно из этого и пофиксили. Поэтому бизнес сейчас будет менее прибыльный. Но в целом, за 500 миллионов, мне кажется, Финка в день по 3-5 миллионов. Это очень хорошо. Потому что бизнесы с Финкой, там, допустим, лям в день продают по 300 миллионов. А здесь Финка как бы будет 3-4 миллиона. То есть, бизнес своих денег стоит. Также за это время мы заработали 11 наград. Даже уже 12 получается наград. То есть, наше такси самое актуальное на данный момент. То есть, у нас сейчас все работают. То есть, такси в Батырево, оно сейчас просто где-то в попке находится. Потому что мы забираем постоянно награды. Вот у нас за сегодня перевозок 1300. А в Батырево перевозок 600. За час у нас перевозок 344. То есть, такси в Южном, это самое актуальное такси на данный момент, где все работают. И там, в принципе, очень хорошая прибыль. А вот в Батырево прибыль, там, конечно, не такая уж большая. Там, прибыль, мне кажется, 1-2 миллионов в день, это максимум То есть, по сути, бизнес принес за 3 дня больше 10 миллионов рублей Я считаю, это очень хорошо, потому что, как бы, госка у данного бизнеса 30 миллионов То есть, за неделю вы просто окупаете эту госцену и просто потом зарабатываете чистую прибыль То есть, этот бизнес, как бы, продан за 500 миллионов И я думаю, он за полгода спокойно окупится, даже быстрее Поэтому, я считаю, то, что бизнес очень хороший Конечно, я бы хотел себе такой бизнес иметь, но, как бы, у меня нету столько денег, чтобы его купить Конечно, я бы хотел им заниматься, я хотел бы покупать туда машины, там Хотя, в этом нету смысла, но я бы хотел максимально развивать данный бизнес и сделать его просто самым лучшим Но, к сожалению, у меня нету столько денег, чтобы его выкупить Поэтому, данный бизнес, пацаны, продан за 500 миллионов Давид, реально красавчик, просто взял и поднял очень много денег Я его поздравляю, вы можете тоже написать ему об этом в комментариях Только давайте без хейта, типа, ну, пацан реально просто взял и поднялся на рунном месте Поднял просто полмиллиарда Полмиллиарда он поднял, пацаны, просто с помощью того, что он ставил этот бизнес Да еще и заработал с него, как бы, нормально денег Короче, я вот сижу, монтирую данное видео И получается, сегодня у нас 23 число И получилось такой форс-мажор В чем именно, я сейчас вам расскажу Получается, по сути, бизнес, как бы, продан за 500 миллионов Но получилось так, то, что тот пацан, который купил этот бизнес Он не может его забрать, потому что нужен 15-й скилл таксиста То есть, половину суммы он отдал, и он должен еще 300 миллионов И он сказал, я прокачаю, получается, 15-й скилл Заберу бизнес, у тебя, получается, за 300 миллионов То есть, та сумма, которой не хватает То есть, половину суммы он уже отдал, получается Это, там, 200 миллионов, даже чуть больше И остальное он сказал, а даст потом, когда вкачать 15-й скилл таксиста. И так получается то, что этого человека, который купил этот бизнес, сегодня забанили на 7 дней за слив. И сейчас непонятно, что вообще делать. Просто непонятно максимально, потому что пацан как бы сам виноват. Он там поучаствовал в сливе, его забанили на 7 дней. И то есть бизнес сейчас находится у Давида. И пол имущества этого чувака находится тоже у Давида. И сейчас реально непонятно, что делать вообще. Просто непонятно. Поэтому сейчас я пойду к бизнесу, вам все покажу то, что действительно бизнес сейчас у Давида. И покажу вам человека, который купил этот бизнес. Вот мы подъезжаем, как бы, и вы уже знаете, где это находится. Я не буду показывать, там объяснять 100 раз. Короче, вот таксопарк. Сейчас просто посмотрим статистику, как бы я вам покажу, кто вообще купил этот бизнес. Это пиздец, пацаны, понимаете? Но я реально в шоке, потому что пацан буквально вчера, по сути, купил этот бизнес уже наполовину. Просто ему не хватило скилла, чтобы забрать этот бизнес себе. Но по сути, это уже его бизнес. И так получается то, что этот пацан, который купил бизнес, получает бан на 7 дней. Просто за слив. По своей вине, конечно же. То есть, никто как бы в этом не внатол, он по своей вине получил бан. То есть, вот мы подходим, смотрим то, что здесь у меня пацаны нет. Видите, все. Можете мне пока что не звонить. Если вдруг я обратно вернусь на замку, я вам об этом сообщу своей семье в игре. Пока что мне звонить там прими в такси не надо, пацаны. Пока что я здесь не являюсь заместителем. Вот получается, вот этот человек купил этот бизнес, и он получил сегодня бан на 7 дней за слив. Какой именно слив, я не знаю. Скорее всего, слив склада, наверное. Я так считаю. То есть, на данный момент, как бы у нас 17 наград. Точнее, у них 17 наград уже. То есть, бизнес как бы работает полным ходом. Но этот бизнес до сих пор на Давиде висит. То есть, бизнес по сути Тимура, но висит данный бизнес на Давиде. То есть, непонятно, что делать. Вообще непонятно. Потому что, пацан купил бизнес, и в следующий день получил бан. И то есть, 7 дней ждать, и потом разбираться, что делать, непонятно, пацаны. То есть, у Давида сейчас есть его имущество. Там, две машины и дом. Я думаю, я должен был об этом сказать. Потому что, я вот монтировал видос, и думаю, блядь, надо об этом сказать. Потому что, люди потом не поймут, почему как бы бизнес у Давида остался. Хотя, по сути, он его продал. Поэтому, пацаны, я вам объяснил, рассказал. Я не знаю, что будет дальше. Как бы, я вас буду держать в курсе. Если что-то, как бы, разъяснится, что-то получится, там, и так далее. Что-то будет интересно, то я запишу об этом видео. Поэтому, ждите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.